Всем konnichiwa! И продолжая тему, которую я поднял в предыдущем видео, а именно того, что вселенная Souls игр разнообразна на огромное количество деталей и тому подобное, я бы хотел в этом видео вспомнить самые трагические истории, которыми переполнена эта вселенная. Как мы знаем, любая часть Dark Souls и Bloodborne это не что иное как минное поле, но вместо бомб, на который не хочешь наступить, чтобы не взорваться, есть персонажи с их неповторимыми и очень грустными историями, связавшись с которыми всегда до последнего надеешься, что хоть в этот раз не наступил на мину грусти. Зачем такие сложные метафоры? А не знаю, захотел вспомничать. Так вот, в этом видео я расскажу вам о самых трагических историях для себя, а взамен мне бы хотелось услышать ваши мысли по этому поводу, потому что эти игры равнодушным оставить не могут. И начну пожалуй этот список с одного из самых популярных персонажей этой вселенной и, наверное, уже культового в игровом сообществе среди игроков этой игры – Ораториаса. У повелителя Гвина было четыре рыцаря, легендарные и лучшие воины на службе у королевства. Лидер этой четверки – драконоборец Арнштейн. Также командир великих лучников, принадлежавший к расе великанов – Гох Соколиный Глаз. Клинок Повелителя Сиаран – одна из группы ассасинов на службе Гвина. И вышеупомянутый – Ораториас Путник Бездны. По ходу прохождения игры можно услышать легенду о том, что в поселке Алла-Чиль зубастый змей обманом заставил жителей потревожить могилу первого человека, из-за чего Манус – первый человек – впал в безумие и потерял человечность. Вместе с ним пришла и Бездна. Она разрушила поселок Алла-Чиль, превратив его жителей в монстров – рабов, вышедшие из-под контроля собственной человечности. И тогда, чтобы его одолеть и справиться с Бездной, был отправлен один из рыцарей Гвина – Арториас, с чем он справился и спас Алла-Чиль. Однако, это всего лишь легенды. И что же произошло на самом деле, мы узнаем лишь лично попав в прошлое. Тогда-то нам и открывается правда о том, что с Бездной почти невозможно справиться. Она поглощает любого – даже таких великих и легендарных рыцарей. Последним своим действием перед падением Арториас прикрыл своего друга и товарища Волчонка Сифа своим щитом, тем самым создав защитный барьер, который его спас. Попав в Алла-Чиль, мы лично встречаем Арториаса, поглощенного Бездной, раненого из-за тяжелых сражений и павшего, поддавшегося этой безграничной пустоте. Но даже в таком состоянии он предстает перед нами грозным противником и пользуется магией тьмы. Его друг и соратник Гох, которого мы также встречаем в Алла-Чилле, говорит, что единственный способ помочь ему – убить и закончить его страдания. На самом деле, это очень обидно и трагично то, что такой великий воин был захвачен тем, что должен был истребить. Именно эта ироничная судьба и обманчивая легенда заставили сделать мою первую с ним встречу незабываемой. Ну и сгоревший пукан, естественно. Следующим на очереди будет Сигвард из Катарины и истории о трогательной и настоящей дружбе. Сигвард добродушный и любящий выпить рыцарь из Катарины, носящий всеми любимую броню в форме луковицы. Он пришел в Лотрик исполнить свой долг, который дал своему старому товарищу очень давно. Впервые мы встречаем его возле подъемника и он говорит, что хочет разобраться с тем, кто стреляет огромными стрелами с башни, но не может разобраться с тем, как работает этот подъемник. Ничего не напоминает? После того, как мы наглядно показываем, как он работает, мы помогаем ему, а он нам соответственно разобраться с огненным демоном. Ну и как можно не отметить такую тяжелую победу? Он дает нам Сиг, Браво предлагает за это выпить. После мы еще не раз натыкаемся на этого добряка по ходу прохождения игры, практически каждый раз помогая ему выбраться из какой-то передряги. И он, как полагается честному рыцарю, каждый раз предлагает отметить удачный исход события. Ух, пенчуга! На кухне в Эритиле состоится душевная беседа за чашечкой супа из Эстуса, где он расскажет о своем обещании, но только намеками. И когда мы войдем на битву с боссом Гигант Йорн, то он присоединится к нам с фразой, что пришел выполнить свой долг. И тогда-то мы понимаем, о каком долге шла речь. Как выясняется, Йорн и Сигвард раньше были хорошими друзьями. И поэтому Йорн попросил друга вернуться, если он откажется выполнять свой долг в качестве Повелителя Пепла и дал ему меч, к которому сам Гигант имел слабость. И, к сожалению, все случилось так, как он и боялся. Йорн отказался от своего долга и поэтому Сигвард пришел, чтобы исполнить эту тяжелую клятву. И после того, как мы вместе одолеем Йорма, Сигвард предлагает выпить в последний раз за отвагу из старого друга, а после решает сдремнуть. Вот только он не говорит, что его порция травлена и что он решает покинуть этот мир вслед за своим старым другом. И мы выпиваем за это и думаем, что все хорошо закончилось, что мы помогли друзьям, что это единственный квест, который закончился положительно. Отходим с чистой душой и видим, как он умирает. Каково было мое потрясение, когда я узнал, что этот добряк скрывал и каково грустно и тяжело ему было сражаться со своим другом настолько, что он решает больше не жить без него. Не это ли настоящая дружба? Хотелось бы затронуть судьбу девушки, о которой я забыл, когда создавал ТОП Спутниц – Прекрасная Госпожа из Дарк Соулс. Когда-то очень давно, ещё до инцидента с Пламенем Хаоса, Прекрасная Госпожа жила вместе со своими сёстрами у своей матери Ведьмы Изолита, но после ужасной катастрофы все кроме её сестры Квиланы мутировали и превратились в ужасных демонов. Однако Прекрасной Госпоже и Квилик повезло, если можно так сказать конечно, им мутировали только нижние части их тела. И тогда они перебрались в Черной Город. О том, что именно тогда происходило можно лишь догадываться по рассказам о Тенге, но что мы знаем, так это то, что Прекрасная Госпожа имела доброе сердце, в отличие от своей сестры Квилок, и решила помочь обиженным судьбой обитателям Чумного Города. Переполненная состраданием, она сделала единственное, что было в её силах – поглотила болезненный гной, несмотря на то, что Квилок была против. И это вылечило обитателей глубин, но оставило Прекрасную Госпожу в том состоянии, в котором мы видим её по ходу прохождения. Она при смерти, окружена яйцами, из которых уже никто никогда не вылупится. И более того, теперь в полном одиночестве благодаря нашему вмешательству. Очень грустная и печальная судьба у той, кто и так настрадалась до этого. Разве может быть что-то более трагическое? Как бы это парадоксально не звучало, но именно трус способен на истинный героизм. Что есть трусость? Трусость – момент, когда человек отказывается от какого-то решения или действия по причине своего страха. Но когда человек всё-таки решается, несмотря на свою трусость и страх, не это ли истинный героизм? Именно эти качества являются неотъемлемой частью жизни принца Аланта. Астрава даже сквозь свой страх преодолевает все трудности, чтобы найти своего отца. Но что он находит? В конце своего нелёгкого путешествия он обнаруживает, что его отец, король Аланта, стал самым что ни на есть настоящим демоном. Как вы думаете? Каково это узнать, что твой отец – тот, кто правил огромным и процветающим королевством, заботился о тебе и олицетворил гордость и благородство для многих своих жителей, поддался алчности и в погоне за большей силой, хоть даже и ради королевства, сам стал демоном во плоти. И в конце концов, когда Астрава преодолевая все преграды на пути и сталкивается с этим фактом лично, он… он теряет смысл жить дальше. Им больше не на кого равняться. Единственный родной для него человек был потерян. Поэтому принц Аланта больше не видит смысла жить дальше и кончает жизнь самоубийством. А после, становится последней преградой на пути к своему отцу в виде красного фантома. Как иронично, эта вселенная переполнена печальной иронией. Что, если вы постепенно забываете прошлое? С каждой новой смертью нежек постепенно теряет свой рассудок и забывает прошлое и вместе с тем лишается будущего. Именно эта проблема коснулась искусной мечницы, прибывшей из мира, в надежде отыскать возможность излечиться от проклятия. При первой встрече с ней Лукатиэль пытается отникиваться и всячески завершить разговор, ведь она стесняется этого недуга. Она хочет поскорее разобраться с ним и ради этого готова даже скрестить клинки с главным героем, если ей вдруг скажут, что это сработает. Однако, со временем она будет открываться и рассказывать по чуть-чуть о своем прошлом и философски рассуждать на тему данного проклятия. Чем дальше она проходит в своем пути, тем больше она забывает о том, зачем она здесь и таким образом теряет мотивацию. Она живет в страхе потерять саму себя. Страхе, что это проклятие, бессмертие, которое было даровано ей темной меткой, постепенно похитит ее человечность, память, мотивацию, саму ее личность, оставив лишь полую оболочку. В конце концов проклятие одолевает ее, и она уже не может сопротивляться. И тогда она просит нас, чтобы хотя бы мы не забыли ее имя и ее историю, ибо она уже не сможет. Разве не это ли поистине страшно полностью исчезнуть, не оставив ей следа, даже крошечного намека на то, что ты когда-либо существовал. Страх – самый древний и самый сильный из человеческих чувств. А самый древний и самый сильный страх – страх неведомого. Именно эта цитата великого Говарда Филлипса Лавкрафта отлично подходит к игре под названием Bloodborne. «Все, что происходит в игре, невероятно пугающе для нас. А то, что ты еще и не понимаешь, страшнее еще больше». Именно с этим столкнулись ученые Бургенверты, когда узнали, что в рыбацкой деревушке обитает один из Великих, которого боготворят жители деревушки, а взамен он их защищает. Человек любит разрушать то, что он не понимает, и именно это произошло с рыбацкой деревушкой. Ученые из Бургенверты осквернили жителей этой деревни, а самого Великого убили из-за жажды исследований. Однако месть не заставила себя ждать и ученые, а также их дети и даже дети их детей были прокляты за содеянное. В знак наказания после смерти они будут попадать в сон охотника, где бесконечно будут охотиться, раз за разом, раз за разом, не зная конца. Но что лично меня зацепило в этой истории, так это то, что как я уже сказал, ученые не могли просто оставить это место в покое. Почему всегда, когда человек что-то не понимает, он должен это разрушить или осквернить? Почему бы не изучать это со стороны? Ведь всегда, когда человек вмешивается, он это портит. Человечество эгоистично по своей натуре и не может что-то оставить в покое, пока каким-то образом с этим не свяжется. Он не может жить в гармонии ни с чем и на всё распространяет своё влияние. И именно вот это, возможно, самое негативное качество человека не оставило меня равнодушным и заставило раз за разом возвращаться к этой истории и думать о том, как бы сложилась судьба этой деревушки, если бы люди не вмешались. Ну и последняя трагическая история, которую я расскажу, будет история о демоне, при убийстве которого в голове находится лишь один вопрос – а зачем? История демона Острая из Demon's Souls, как по мне, самая трагическая история за всю историю Соулс Игр. Эта история началась в Балетарии, а именно в осквернённой долине, где обитали все, кто не подходил и не заслужил остальному миру. Осквернённые, обезображенные и брошенные. В эту долину отправилась группа рыцарей и священников, а после, как говорят, их лидер, Дева Острая, стала демоном. И казалось бы, зачем жить, когда вокруг одни страдания и смерть, но люди в этом месте продолжают бороться за жизнь. Но ради чего? А ответ прост – ради того, кто о них заботится, единственный и первый за всё это время. Когда Дева Острая попала в эту долину, её вера в Бога пошатнулась. Как мог тот, кто даровал жизнь, позволить происходить такому с этими людьми? И поэтому она приняла решение. Вместо того, чтобы сражаться с демоническим туманом, она приняла его и стала первой, кто смог перевоплотиться в демона и сохранить свой рассудок. Единственный оставшийся с ней и поклявшийся её защищать – Гарл, её старый друг и товарищ. Её демоническая сила не используется во имя зла. Она сделала много хороших вещей для жителей Сквернённой долины. Она создала для них новый дом и стала о них заботиться. Однако как демон, она всё-таки обязана собирать души для старейшего. Поэтому любой, кто осмеливался войти в долину, чтобы узнать, что там творится, умирал от рук брошенных. А его душа преподносилась острае. Но правда в том, что острая доказала, что демоническая сила может использоваться во благо, что существует не только чёрное и белое. Тем не менее, с точки зрения главного героя, острая как демон должна умереть. С точки зрения острая же, демоном являемся мы. Мы пришли в их дом, в их убежище. Мы начали убивать его жителей. Мы нарушили покой этих земель и мы забрали жизнь того, кто совершал зло во имя добра. Всегда ли то, что мы делаем является правильным? Иногда, если нужно чего-то добиться, приходится чем-то жертвовать, приходится совершать ужасные вещи. Так и в этот раз, нам приходится в прямом смысле слова пробивать себе дорогу к старейшему, даже через тех, кто очень добр и не желает никому зла. Эта история должна научить тому, что у каждого, кто что-то делает, есть собственные мотивы для этого. Иногда, чтобы сделать что-то очень хорошее, приходится жертвовать и совершать для этого что-то плохое. Поэтому не стоит судить кого-то, не разобравшись в проблеме. Итак, а какой выбор сделаете вы? Хотя и если у вас выбор вообще? Ладно, ребят, на этом всё. Я хотел вам напомнить о том, что эта игра может заставить пустить скупую слезу даже самого крепкого и чёрстого человека, а также донести посыл некоторых историй. Ведь ничто не делается просто так, практически всегда у действия есть мотив. Стоит отметить, что я не включил некоторые не менее трагические истории, такие как, например, история Суллера. Но это потому, что они довольно популярны и знают их практически все. Не забудьте написать, какая история казалась самой трагичной для вас, чтобы мы обсудили это в нашей группе. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо за просмотр. Увидимся!